Европейский Центральный Банк только что объявил войну биткоину, назвав его угрозой социальному порядку и совершенно игнорируя свою собственную роль в уничтожении среднего класса. Он даже допускает, что биткоин может достичь отметки в 10 миллионов долларов. И не потому, что Европейский Центральный Банк поддерживает биткоин, а потому, что он боится потерять контроль над его ценой. Об этом также заговорила и ФРС США, а Франция только что сделала действительно пугающий шаг, который заденет всех холдеров биткоина. Также мы разберем, что думает Майкл Сейлор о приказе 6102, и ответ может тебя шокировать своей неожиданностью. Тебе точно захочется досмотреть это видео до конца, в нем будет очень много интересного. Не забудь передать за проезд, проезд у нас стоит 1 лайккоин. Передал? Большое спасибо за поддержку. Центральные банки атакуют, и сегодня мы разоблачим лицемерие этих банков. Они говорят, что биткоин угрожает демократии и ведет к росту несправедливости в обществе. Это просто смешно, потому что именно их политика способствует росту неравенства и подрыву свобод. Биткоин просто разоблачил их политику на весь мир и уравновесил чашу весов. Именно поэтому центральные банки в панике. ЕЦБ опубликовал тот самый отчет, который можно назвать отчаянным. В нем утверждается, что ранние последователи биткоина, по сути, крадут богатство у тех, кто инвестировал в биткоин последним. Один из центральных банков, которые десятилетиями выкачивали наши сбережения, теперь делает вид, что заботится о справедливости. Ранние пользователи увеличивают свое реальное богатство за счет более поздних. И это говорят те же люди, которые напечатали триллионы долларов и раздали их одному проценту самых богатых. Они раздули пузыри на рынках, взорвали цену жилья и подняли стоимость жизни для всех остальных. А теперь они заявляют, что выступают за социальное равенство. У биткоина нет ценности, но те, кто не владеет биткоином, будут беднеть. Европейский центральный банк Октябрь 2024 года. Интересно, что об этом думает Майкл Сейлор, который, кстати, много лет назад успел похоронить биткоин, но в 2024 является самым настоящим биткоин-евангелистом. Но на этот раз его комментарии совсем не такие, как обычно. Я думаю, что когда биткоин находится у кучки криптоанархистов, которые не являются регулируемыми организациями, которые не признают правительство, не признают налоги, не признают требования к отчетности, это увеличивает риск конфискации. Если вспомнить Великую депрессию, то люди думали, что их золото в банках в безопасности, пока не вышел указ 1933 года. Они не конфисковывали золото, люди добровольно его сдавали. Они не врывались в каждый дом, не арестовывали и не расстреливали, чтобы забрать золото. Такого не было. Сейлор отбросил опасения по поводу того, что государство может конфисковать биткоины, например, у компании MicroStrategy, заявив, что это нереальная угроза. Но неужели он пропустил урок истории? Помнишь 1933 год и исполнительный указ 6102? Они буквально конфисковали золото у граждан США. Я не утверждаю, что произойдет то же самое, но давай не будем притворяться, что правительство не сможет проявить изобретательность тогда, когда его загоняют в угол. А биткоин уже загоняет его в угол. Почему же Майкл Сейлор, начав тему про конфискацию, внезапно переобулся, что такого не будет с холдерами биткоина? Неужели он играет в двойного агента? И за нас, и за них. Кто он? Бэтмен или Харви Дент? Напиши в комментариях. А теперь вернемся к делу. Европейский Центральный Банк предлагает принять закон, который предотвратит рост цен на биткоин. Или еще лучше, закон, который заставит его исчезнуть. Ну что ж, удачи с этим, Кристин Лагард. Если ты это сделаешь, то ты настоящая волшебница. Итак, ЕЦБ признает, что готов использовать авторитарные меры, чтобы контролировать то, чем ты можешь владеть, и то, сколько богатства тебе позволено накапливать. И опять же, вот в чем загвоздка. В документе они предсказывают, что цена биткоина может достичь 10 миллионов долларов. И они боятся, что он может свергнуть фиатные валюты и разоблачить их денежную политику и импотенцию. И на самом деле это уже произошло. Мы давно поняли, что это такое. И ЕЦБ это понял только в 2024-м. Но вместо того, чтобы признать, что люди выбирают биткоин, потому что фиатные деньги не работают, они называют биткоин угрозой демократии и социальному порядку. Давай поговорим о демократии. Насколько демократично, когда неизбираемые центральные банкиры могут обрушивать нашу покупательную способность, решая при этом, кому давать деньги, а кому нет. Причем те деньги, которые они только что напечатали. Давай разберем еще несколько абсурдных утверждений в этом отчете. Первое. Биткоин не влияет на производственный потенциал экономики. ЕЦБ утверждает, что биткоин это zero-sum game, то есть игра, в которой выигрыш одного участника точно равен проигрышу другому. Именно поэтому биткоин не может увеличивать производительность экономики, по мнению Европейского Центрального Банка. Знаешь, а ведь печать триллионов евро тоже не может. И на самом деле печать денег разрушает реальную производительность экономики, искажая распределение капитала. При этом они старательно умалчивают о том, как инновации, блокчейн, децентрализация и биткоин, наоборот, могут исправить все эти неисправности в системе. Давай вернемся к этому утверждению. Прирост богатства ранних пользователей происходит за счет поздних пользователей или тех, кто не владеет биткоином. Но разве это не определение актива, который со временем растет? ЕЦБ преподносит биткоин так, как будто это первый в истории актив, который дорожает. А все остальные нет. Посмотри на индекс S&P 500. Здесь же все работает точно так же. Чего ожидать от ЕЦБ дальше? Отчет о том, как ранние акционеры Google навредили тем, кто купили акции Google позже? Пока ЕЦБ продолжает придумывать способы обвинить биткоин во всех проблемах общества, реальной причиной неравенства богатства является их безрассудная монетарная политика. Они печатали евро с угрожающей скоростью, при этом уверяя людей, что инфляция находится под контролем. А теперь они беспокоятся, что биткоин дестабилизирует общество. Похоже, ЕЦБ приехал на коротком автобусе. Биткоин на самом деле демократичен. Это система, в которой все придерживаются определенных правил, которые не меняются. 21 миллион монет и все, больше не будет. Вот почему центральные банки его ненавидят. Это угроза их системе. ЕЦБ хочет представить биткоин как угрозу социальной стабильности, но на самом деле именно его политика привела к социальным беспорядкам и экономическому неравенству. Чтобы побудить банки выдавать деньги в кредит, а не держать их у себя, ЕЦБ решил оставить базовые процентные ставки без изменений на уровне 0%, а депозитную ставку на уровне минус 0,5%. Центральный банк также решил влить еще 500 миллиардов евро или 606 миллиардов долларов в свою программу экстренных покупок в условиях пандемии. Похоже, даже ЕЦБ понимает, что его анти-биткоин-риторика – это всего лишь белый шум. В своем отчете они признают, что единственным способом борьбы с биткоином будут жесткие налоги или прямые запреты. И мы уже видели, чем это обернулось в прошлом. И это никакое не регулирование, это уже просто откровенное отчаяние. И показательно, что они даже обсуждают эти варианты. Это показывает, что несмотря на всю критику, они понимают, что биткоин уже никуда не денется. Он становится все сильнее, и чем больше они борются с ним, тем очевиднее становится, что биткоин уже победил. Биткоин – это неудержимая сила, и не из-за его цены, а из-за того, что он решает проблемы центральных банков и те проблемы, которые центральные банки создают. И биткоину не нужно их одобрение, чтобы продолжать расширять возможности людей. Биткоин обнажил недостатки системы и предоставил децентрализованную альтернативу, которую центральные банки не могут контролировать. Если ЕЦБ и хочет вести войну против биткоина, то только потому, что видит в нем угрозу своей монополии на деньги. Биткоин дает людям выбор – оставаться в кандалах системы, где неизбираемые никем банкиры решают наше финансовое будущее, или принять денежную сеть, которая уважает индивидуальный суверенитет. ЕЦБ знает, что проигрывает эту борьбу, и ФРС США тоже. Четыре дня назад Федеральная резервная система Миннеаполиса выпустила 40-страничный документ, в котором говорится, что правительства должны обложить биткоин налогом или запретить его, чтобы поддерживать постоянный дефицит бюджета. Этот документ называется «Уникальная реализация политики постоянного первичного дефицита». Странная белая бумага у ФРС Миннеаполиса, но что такое дефицит? Обычно правительства, как и мы, должны вести бюджет. Если они тратят больше денег, чем получают в виде налогов и доходов, возникает дефицит, и они влезают в долги. Управляемый дефицит, долг и, самое главное, монетизация долга – это три инструмента правительства для стимулирования экономики. И мы все знаем, что долг США составляет 35 триллионов долларов, и за последние три недели они добавили около триллиона долларов долгов. И мы видим, что за последние годы дефицит стал довольно большим. Посмотри на дефицит 24-го года и сравни его с дефицитом 20-го. Разница невелика. Но что было в 20-м году? Дональд Трамп тогда заявил, что причина, по которой нужно напечатать 4 триллиона долларов, заключается в том, что США находятся в военном положении. Вот что они сказали, борьба с ковидом – это война. В последний раз, когда у нас было больше долгов, чем в 2020-м и 2024-м, это Вторая мировая. Правительства будут придумывать очень удобные оправдания, чтобы справиться с непосильным долговым бременем. С 1800-го года мы видели более 50 государственных дефолтов. Каждый раз, когда долг правительства превышал 130% ВВП, оно объявляло дефолт в течение 15 лет после этого. Это не мнение, это факт. Итак, 2020-й год. Предположим, что экономический локдаун дал прекрасный повод напечатать триллионы долларов. Вот почему мы увидели эту массивную большую красную полосу в 2020-м. Это огромный дефицит государственного бюджета. И вот почему уже в 2021-м биткоин и другие активы отреагировали на это огромным ростом. Сейчас мы наблюдаем довольно большой дефицит, почти 2 триллиона долларов, а ведь год еще не окончен. Это больше, чем дефицит 2008-го во время мирового финансового кризиса. Но ведь сегодня у нас нет официального финансового кризиса. Но на этот раз есть один большой фактор, который меняет игру, это биткоин. Биткоин часто рассматривается как способ обхода традиционных финансовых систем, включая налоговые механизмы и контроль над денежной массой. И если люди используют биткоин вместо доллара или другой фиатной валюты, неважно, правительство потеряет часть контроля над деньгами, которые могли бы использоваться для сбора налогов. Вот почему ФРС задумалась либо о запрете биткоина, либо о его налогообложении, чтобы не терять это. И говоря о налогообложении, именно поэтому мы видим, как в США задумались о налоге на нереализованную прибыль. Франция при этом сделала еще один шаг, который будет иметь большие последствия для инвесторов. И в скором времени это будут делать все страны по всему миру. Верховный суд США вынес решение по делу, поднимающему важные налоговые вопросы для инвесторов, для нас с вами в том числе. Это решение связано с налогом на нереализованную прибыль. И посмотри на их формулировку. Законодательный запрет или дополнительные налоги на биткоин будут гарантировать, что государственный долг останется единственной безрисковой ценной бумагой. Правительство должно найти покупателя на эту ценную бумагу, на свой долг. ФРС США так делает, Евросоюз так делает, ЕЦБ. Но теперь они увидели в биткоине угрозу этому порядку. Ну ладно, уедем из США и Евросоюза и все будет хорошо, нас не будут трогать. Как бы не так. Посмотри, что делает Франция. То, что только что там произошло, скорее всего распространится на весь Евросоюз, США, а впоследствии на весь остальной мир. Франция только что объявила о том, что планирует налогообложить само гражданство Франции. Интересно, что в гугл по ключевым запросам эта новость никак не ищется. Я нашел только лишь одну статью об этом. Но зато в твиттере полно информации. Это странно. Вот что сейчас обсуждается во Франции, но еще не одобрено правительством. Финансовый комитет Франции принял поправку о введении целевого универсального налога, обязывающего французских граждан, проживающих в странах с более низкими налоговыми ставками, продолжать платить налоги во Франции. Вот как. Если это будет внедрено во Франции, будь уверен, что то же самое произойдет и в остальных странах. Элита не хочет, чтобы у нас был суверенитет, который, кстати, биткоин нам возвращает. И они собираются прийти обложить налогом биткоин. Ради того, чтобы общество не раскололось, не было социальных беспорядков, и, естественно, ради сохранения государственного долга в качестве единственной безрисковой ценной бумаги. Конечно, им придется отслеживать то, сколько биткоинов есть у того или иного пользователя. И какая нереализованная прибыль в его позиции. Ведь на нее будет введен налог. Для этого нужно всего лишь вводить лицензирование криптовалютных бирж. Все криптоплатформы должны быть зарегистрированы, а также их обяжут предоставлять сведения о клиентах и хранить данные о всех криптотранзакциях. Эти данные будут доступны по требованию для госорганов. Государство будет идентифицировать всех, кто участвует в обороте криптовалют и облагать налогами их нереализованную прибыль на биткоин. Поэтому мы должны хранить свои биткоины вне криптовалютных бирж. Если ты будешь хранить его там, то ты станешь мишенью номер один для налогообложения биткоина. Если ты не хранишь собственные ключи самостоятельно, это не твоя криптовалюта. А теперь мое финальное слово. Все эти нападки, документы, законы, белые бумаги от ФРС США, ЕЦБ, Франции и других, лично для меня выглядят больше как любовное письмо, а не объявление войны, как все остальные пишут. ЕЦБ говорит, что биткоин будет стоить 10 миллионов евро. ФРС США говорит, что биткоин это альтернатива госдолгу, как самой безрисковой ценной бумаги. ЕЦБ и ФРС не объявили войну биткоину, они только что закончили свою карьеру. Как эти центральные банки нападают на биткоин, если они буквально восхищаются им, как фанаты? Биткоин будет расти, кричит Европейский Центральный Банк, 10 миллионов долларов за монету. Биткоин лучше госдолга, инвестируйте в него, а не в наш госдолг, вторит за ним Федеральная резервная система. Но что еще может быть более бычьим? Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok